Всем привет! Сегодня я хотел бы в данном видео разобрать, что такое D-PIN проекты. Примером будут выступать из D-PIN сегмента такой проект, как IONet. Токен еще не запущен, но уже скоро он будет запускаться. Также будут людям раздавать в качестве airdrop. Итак, что такое D-PIN проекты? Я думаю, вы уже слышали такое название. Называется одноранговые сети, в которых люди вносят ресурсы физической инфраструктуры. Такие как хранение данных, беспроводное подключение, датчик или даже энергетические сети. Взамен они получают вознаграждение в соответствии с механизмом стимулирования протокола. То есть мы отдаем свои мощности и за это получаем взамен токен как вознаграждение. То есть здесь данная технология соединяет физическую инфраструктуру с технологией блокчейн для построения и эксплуатации децентрализованных систем. И спрос на монеты D-PIN набирает хорошо популярность. Таких монет довольно много. Можно открыть топ D-PIN токенс на Conmercap Cap и посмотреть все D-PIN проекты. Капитализация таких проектов 34 миллиарда. Довольно внушительная сумма. И самый популярный из них это интернет-компьютер. И хотел бы сегодня рассмотреть один из таких проектов, как я уже говорил, IONET. IONET это блокчейн-платформа, которая решает проблемы соединения физической инфраструктуры из технологии блокчейн и выступает в качестве обширной и полностью децентрализованной сети поставщиком вычислительной мощности на GPU. Алгоритмы и EMO могут использовать сеть IONET для доступа к вычислительным мощностям. Если сказать простыми словами, то IONET выступает в качестве маркетплейса для вычислительной мощности GPU. То есть одна группа пользователей на IONET вносит неиспользованную мощность GPU в обмен на награды за криптовалюту. А другая группа вносит такую же мощность в различные приложения. И сам же проект направлен на привлечение вычислительной мощности GPU от миллиона институциональных и индивидуальных поставщиков на платформе IONET. Крупным поставщиком обработки GPU, таких как дата-центры, криптомайнеры и другие организации со значительной аппаратной мощностью. То есть цель предоставить более экономическую и гибкую масштабируемую и ориентированную на конфиденциальность альтернативу традиционным централизованным поставщикам вычислительной мощности, таким как Amazon, Google. Данная сеть графических процессов на IONET представляет очень гибкую среду для обработки данных и настройки своих требований. Эти потребности включают децентрализованные приложения DAP, использующие алгоритмы IE, ML, могут настроить кластеры для доступа к любому количеству GPU, который им необходим. Доступ к таким возможностям на очень гибком режиме использования. Расход на доступ и мощности GPU также значительно ниже, чем у традиционных централизованных поставщиков. Проект уже провел аудит, но также был взлом. В результате на экране появились более 2 миллионов графических процессов, в то время как на самом деле их было намного меньше. И целью мошенника было получить доступ к Airdrop, предоставив тонну подельных графических процессов. Эту проблему решили, все почистили, теперь здесь все нормально. В проект зашли крупные инвесторы. Заинвестировали в серию A более 30 миллионов долларов. Мультикоин Кэпитал. Весь список инвесторов довольно большой. Здесь и OKX, есть и Solana Ventures. Также можно информацию ознакомиться на сайте. Team.io. Люди работали на Binance, на Амазоне, Avalab. То есть команда опытная. Инвесторов очень огромное количество. Также компания здесь есть из ангелов. То есть Яковенко участвует здесь. Люди из организаторов такого проекта как Aptos Labs. То есть команда здесь довольно опытная. Еще адвайзеры есть. Команда Ionet сочетает в себе традиционный опыт и опыт работы в Web3. Ранее работали в таких компаниях как Facebook, Avalanche, Binance, Capital One. Они занимали важные должности. Такие как директор по маркетингу, технический директор. В настоящее же время команда состоит из 60 человек и планирует расширяться по мере увеличения денежного потока. Также отдельное внимание хотел бы уделить количеству подписчиков в их социальных сетях. Их довольно много, потому что на Discord подписано более 500 тысяч человек, а на Twitter 480. В данный момент компания зарабатывает около миллиона долларов. Проект приносит доход за счет продажи графических процессов, которые предоставляют частные лица или центры обработки данных. Токономика. Всего будет выпущено по 700 миллионов токенов I.O. Изначально будет распределение 200 миллионов токенов в первый год, плюс 300 миллионов. И оставшиеся 300 миллионов будут выпущены в качестве вознаграждения поставщикам их стейкерам каждый час в течение 20 лет. Каждый месяц будет происходить уменьшение выпуска токенов на 1.02%, что создает инфляционную модель. Механизм сжигания. Здесь он будет. И основанный на доходах у деятельности сети. Этот механизм позволяет сжигать токены I.O. с учетом их цены, что создает дефляционное давление и способствует росту стоимости токена в долгосрочной перспективе. Также хотел бы отдельное внимание рассмотреть по поводу экономики распределения токенов. Этот блок токенов предназначен для начальных рассылок токенов и стимул для участия в сообществе. Исследование и разработка будет 16.01, то есть экосистемные токены будут так называемые. Инвестора получат 22.65% и основные участники I.O.Net 11.34%. Сюда включаются участники проекта, которые сделали свой вклад в развитие проекта. Хотел бы также привести диаграмму вознаграждений, которые будут выплачиваться в течение 20 лет. И как это будет все у нас вознаграждение уменьшаться. Все можно будет ознакомиться на этих диаграммах, которые вы видите на своем экране. Ставьте на паузу и смотрите более подробно. Токена еще нету, он еще не выпущен в основной сети, но уже можно купить его на премаркете. На премаркете можно купить на KuCoin, KTO, BitGate, Bybit, ProWells, Market. Я обычно смотрю на Wells и сейчас цена токена 3.3 доллара. Объем уже больше 5 миллионов долларов, что является довольно хорошим объемом. Ну и можем видеть, что покупки и продажи какие здесь есть. Ну что ж, друзья, на это буду заканчивать. Пишите свое мнение о данном проекте, как вам такое направление, что можно, допустим, давать свои мощности и зарабатывать токены. Также буду делиться подобными проектами, чтобы зарабатывать на пассиве, то есть на телефоне, на компьютере поставили себе и зарабатываем криптовалюту. Также буду делиться в телеграм канале, так что подписывайтесь. Ссылка также будет в описании. Пишите свое мнение, всем, конечно же, профита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok